Столбы Документы и у них свой режим охраны. Ну то есть национальный парк он будет, но пока непонятно когда? Да, пока со временем говорить пока мы не можем, потому что, наверное, скорее всего до конца года нас точно переведут в национальный парк. Помните, обсуждалось то, что вход будет платным. Вот как будет, не будет, что это вообще? Ну вообще с 2013 года на все особо охраняемые территории, такие как заповедники, национальный парк вход платный. По всей стране. Но, по крайней мере, красноярцев это не коснулось. Благодаря тому, что есть хорошее взаимодействие с региональными властями, получилось так, что у нас есть компенсация платного входа для жителей Красноярского края и города Красноярска. Ну это что значит? То есть пока, ну ближайший год, не знаю, два, это все бесплатно точно будет? Да, то есть мы взимаем плату только с организованных туристов, те, которые приезжают иногородние у нас и заказывают экскурсии. Красноярцев и жителей Красноярского края это не касается. Вячеслав, а вот по личным впечатлениям, да, вот что для вас самого крутого на столбах, да? Самого крутого, но все-таки я считаю, что это место силы. Опа! Отлично, продолжаем, продолжаем. Да, тут маленько скользковато, да. Вообще это место силы, это, наверное, гордость нашего Красноярска. А что значит место силы? Вот это эзотерический какой-то смысл? Это больше смысл такой, что даже когда у вас рабочая неделя заканчивается, надо куда-то пойти в лес, допустим, и набраться сил жизненных. Вот как раз столбы, наверное, это все-таки это место. А есть какие-то тропы, не совсем расхожие, да, не совсем известные, но которые вы бы, может быть, посоветовали бы красноярцам обратить внимание? Ну, вообще, хороший маршрут Каштаковская тропа. Он познавательный, конечно, лучше его посещать либо зимой совсем, либо, опа, там много интересных достопримечательностей. Есть и заколдованный лес, и... Это тот лес, который буря обошла, да? Ну, да, да, да. То есть, и просто там интересные видовки открываются. Это от центральных столбов 10 километров? От центральных столбов 9 километров. Да, да. А вот сколько снизу, если считать, от Свердловской до... 16 километров нужно преодолеть, чтобы дойти до фан-парка Боброво-Лок по Каштаковской тропе. Ну, это немного, в принципе. Ну, в принципе, это пользуется популярностью. Это маршрут выходного дня, такой со средней нагрузкой, потому что степень подготовленности должна быть, конечно, выше среднего, чтобы человек уже понимал, что он идет не просто как экскурсионный маршрут, но это уже маршрут с нагрузкой, спортивный. Давайте поговорим как раз про инфраструктуру. Что-то строится, как-то расширяться или еще что-то. Я вот хочу всем туристам нашим показать, почему такая идет маркировка вот на деревьях. Да, вот, допустим, желтая, синяя и другие цвета. Это именно маркировка маршрутов. Изначально на карте вы можете посмотреть, куда вы хотите пойти и, соответственно, выбрать свою линию, либо желтую, либо синюю. С другой стороны, там другие тропы, они тоже по-другому отмаркированы. Мы пробовали ставить вот такие вот небольшие информационные указатели. Но в связи с тем, что, конечно, в любом месте присутствует, конечно, и вандализм, и часть вот этих вот информационных указателей просто ломали. И мы решили сделать немного другую систему маркировки. Приняли за европейский стандарт. Вот есть такая вот система. Она, конечно, примитивная, но, по крайней мере, уже минимум вандализма. Давай, Дима, поближе покажем ее. Вот по поводу подъема. Идея с автобусами, она отпала, я так понял, да? Идея с автобусами отпала, потому что многие туристы, те, кто сюда приходят, они категорически относятся к тому, что поднимается какой-то транспорт. Вы говорите, даже дорогу перекрывали. Дорогу, да, перекрывали. Почему автобусы убрали, и автобусы практически не поднимаются в субботу-воскресенье? Это связано с тем, что многие туристы просто не пускают или идут в наушниках, никак не реагируют на то, что поднимается спецтранспорт или экскурсионный. Из глобальной инфраструктуры я считаю, что здесь сделано уже все. То есть уже некуда что-то строить, новые там какие-то серьезные строения капитальные. Они просто здесь неуместны. А по поводу расширения туристической именно зоны, там уменьшение получается чуть-чуть буферное, то есть места, территории доступа для туристов будет больше или нет? Вот у нас есть район откликных и барьеры, там где уже... Очень красивые места, где часто очень ходят туристы. И есть такие тропы, которые буквально там 20-30 метров ты проходишь по буферной зоне. На самом деле ты идешь по туристическому району, а попадаешь как бы в ограниченную зону для посещения. И вот как раз с переводом в национальный парк будут уточнены... Осторожно, Дима. ...эти вот границы, которые туристического района. Прежде чем людям рассказывать о новых маршрутах и объектах, нужно обеспечить безопасность. То есть также промаркировать тропы, нанести на карты схемы. И плюс ко всему понимать, чтобы люди, те, кто идут посетители, понимали, им проще либо назад вернуться, либо идти дальше по маршруту. Так, хорошо. Ну давайте раз про безопасность заговорили, тем более вот недавний случай, да, когда человек заблудился, замерз. Ну как вообще так получается, что, в принципе, территория многолюдная, особенно выходные, да? Заблудиться, в принципе, ну надо постараться. Как это происходит, что человек... В основном многие туристы переоценивают свои возможности. Ну что это значит? Ну это значит, просто оделись не очень по сезону, да. Вроде как бы пошли, было минус пять, на самом деле на столбах бывает намного температура ниже. И поэтому, если в городе минус пять, здесь может быть и минус десять. Надо всегда одеваться в соответствии с погодой и плюс ко всему думать, что с запасом. То есть потеплее. Иметь с собой, конечно же, теплую одежду на сменку. Те же варежки. Спотел, да? Да, переоделся. Плюс ко всему, вот сейчас многие, как вот сегодня мы с вами разговаривали, имеют дополнительную зарядку для телефона. Потому что все равно современные гаджеты на морозе, они быстро разряжаются. И человека очень сложно найти. Тем более здесь на столбах всегда идет отраженный сигнал, когда, если даже зона поиска будет, допустим, вас запеленговали, это не значит, что определиться в точности до метра, где вы находитесь. У вас не надо рассчитывать на то, что если ты дозвонился докуда-то, то тебя очень быстро найдут, да, вычислят по... Вот как раз то, что вы говорили по сигналу. Не надо идти дальше, потому что многие туристы начинают буриться в поиске того, что, ну, как бы, дальше и дальше. Дело в том, что столбы, особенно буферная зона или закрытая для посещения, там можно легко заблудиться, потому что тропы не натоптаны. Лучше всегда вернуться по своим же следам назад. Вы все равно выйдете к людям. Помните, речь шла о постоянном посте спасателей на столбах. Что с ним будет, не будет? Да, действительно, вопрос серьезно поднимался на уровне даже законодательного собрания края. То есть была создана рабочая группа. И получилось так, что сделаны расчеты определенные, сколько будет стоить здесь функционирование этого поста. Потому что это краевое учреждение, Красноярский, краевое государственное учреждение-спасатель. И для того, чтобы сделать здесь такой пункт стационарный, нужны средства. А он нужен здесь? Вообще он нужен здесь, потому что каждые выходные здесь происходят какие-то такие вот чрезвычайные ситуации. В основном это связано с тем, что кто-то травмировался, также поднялся на скалу. Вот как сейчас очень много снега, допустим, да, и получается, под ним уже есть корка ледяная. И человек не видит, что идет на скалу, на которой есть лед. Поднимается. Соответственно, эвакуация отсюда пострадавшего не госинспекция же должна заниматься, а вот именно спасатели. Очень много ситуаций, когда так же люди просто блуждают. Опять же, это поисково-спасательными операциями занимается ГУС-спасатель в основном. Вопрос-то где остановился? В чем затрат? Вопрос остановился в финансировании, в обосновании тех затрат, которые нужно найти, как бы, финансирование на функционирование этого поста. Ну, то есть это какое-то отдельное помещение должно быть? Это должно быть отдельное помещение, конечно. Мы настаиваем на том, чтобы это был передвижной мобильный пункт, либо пункт такой вот, как вот вдоль дорог, как медицина катастроф, так называемая, стоит. Потому что здесь постоянно что-то происходит, и не всегда, не обязательно совсем, что это будет травмирование людей. Здесь очень много туристов, которые обращаются за помощью медицинскую. Ну, на месте, чтобы, да, оказали? Ну, да, да, да. Первая медицинская. То есть это в основном там у кого-то с почками проблемы, у кого-то с давлением. Типа вот соматика медицинская. Смотрите, поток туристов растет, и я вот вижу, ну, люди реально разные идут. Идут там и с собаками, там, и с санками. Ну, как? С собаками нельзя сюда идти? Ну, с собаками, конечно, нельзя идти, потому что любая маленькая собачка, это, конечно, угроза нашим, прежде всего, мелким животным. Потому что они, бывают собаки, и стаи гнезда птиц могут хорошо разорять, да. И плюс ко всему, любая собачка все равно пометит территорию, соответственно, где гарантия, что животные, которые здесь рядышком живут, отсюда не уйдут. Есть штраф? Штрафовали уже? Штрафы есть. Территория заповедника – это не территория выгула собак. У нас и так острая проблема стоит с бродячими собаками, которые из города приходят. Здесь охотятся? Да, то есть их просто отлавливают, потому что иначе у нас поголовье косули будет очень серьезно страдать. Весна же, да? Ну, скоро будет весна. Да, уже наступило незаметно. А звери? По поводу зверей, там, вот у вас тут кабарга ходила, там, медведи, не медведи, лисы, что там опасно, не опасно? Ну, опасность в основном в буферной зоне, это вот конкретно район, закрытый для посещения. Мы всегда закрываем в районе, ну, я скажу, наверное, в апреле месяце, когда у нас уже вероятность выхода медведя на туристические тропы высокая, мы те районы для посещения закрываем. В основном это буферная часть заповедника, ну, и частично какие-то туристические, часть туристического района, где есть вероятность выхода медведя. Ну, где это? Это где самое вот популярное? Это район Калтата, это район за китайской стенкой, там всегда медведи есть, и они никуда не денутся. А вот здесь где-то в районе Роево ручья, ну, получается, Копьевская видовка, да? Здесь минимальная вероятность, потому что здесь все-таки туристко-экскурсионный район, здесь фактор большой, нагрузка идет, тропогенная. Да, сейчас наш разговор перенесся в другое место заповедника Столбы, это восточная сторона, вот здесь хорошая видовка на Токмак, а если вот по этой дороге пройти всего лишь 2,5 километра, то там будет китайская стенка. Ну, это очень удобное, кстати, место и доступное для прогулок. Вот здесь мы и продолжим наш разговор с Вячеславом Щербаковым, директором заповедника Столбы. Вот я смотрю, здесь появилась новая смотровая, я, кстати, вот не видел ее. Да, смотровую мы такую открыли в начале года, это как раз для того, чтобы перераспределить поток туристов, которых очень много на центральных столбах, и именно восточная часть заповедника Столбы получает новое развитие. Смотревая для того, чтобы было удобно на Токмак смотреть? На Токмак смотреть, и в то же время это необходимо для экспресс-экскурсии, когда у туристов очень мало времени и охота сфотографироваться в районе Токмаковской гряды. И плюс ко всему, это очень хорошее видовое место. Ну и вы сами как раз настаивали на этом маршруте, что он даже один из лучших, лучше, чем даже там идти на центральный. Он намного интересен, во-первых. Во-вторых, он более доступен как для пеших туристов, которые приехали, допустим, на общественном транспорте, дошли до этого места. Не надо выдумывать, где там парковать машину. Ну, здесь поменьше людей, и поинтереснее то, что это новые маршруты. Здесь будет открыто к лету четыре новых маршрута. Это что за маршруты? Давайте уточним. Они будут закольцованы. Можно выйти на фан-парк Бобровый лог, можно обратно вернуться, а можно пойти в район как бы центральных столбов. Это более длинный маршрут. Он будет не 16, а 18 километров. То есть это практически Каштаковская тропа, немного увеличенная. А что значит открыто? То есть это будет промаркировано, разрешен какой-то новый ход? То есть сейчас идет маркировка маршрутов, то есть в настоящее время частично уже работа проделана, и мы ее продолжим в мае месяце. Надеюсь, что летом это будет новый маршрут открытый. Ну и все на этом. Наша выездная студия в заповеднике столбы завершает свою работу. Вы приходите и открывайте сезон, если еще до сих пор его не открыли.